Сегодня по всей стране стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». На улицы российских городов вышли тысячи волонтеров, которые раздавали всем прохожим символы победы – георгиевские ленточки. В Белграде центром торжеств стала площадь у музея диорамы. Репортаж Станислава Колесникова. Черные полоски на этих ленточках символизируют пороховой дым, а оранжевый – огонь. Сегодня в ходе акции будут розданы сотни тысяч таких ленточек не только по всей России, но и примерно в 30 странах мира. Надевая ленточку, каждый человек отдает дань памяти, уважения и благодарности поколению победителей. Более сотни белгородских кадетов, учащихся колледжей и школ, раздавали ленточки всем прохожим и напоминали о значимости предстоящего праздника – Дня Победы. Георгиевская, или, как ее еще называют, Гвардейская, ленточка появилась еще во времена Екатерины II, вместе с орденом Святого Георгия, который являлся высшей воинской наградой Российской империи. Черно-оранжевые полосы перешли на Одинскую колодку к медали за победу над фашистской Германией. Символ воинской доблести за годы проведения патриотической акции стал символом памяти и гордости. Гордимся всю жизнь советским народом, что мы живем в этой стране и что победа пришла, и это пропагандируем сами. У меня был дедушка, вот говорили, что это обозначает память, то, что мы их помним. Это патриотизм, память о погибших на войне. Мы гордимся нашими прадедами, которые отстояли все войны, все битвы, и я считаю, что надо брать с них пример и быть такими же смелыми и сильными. Ленточка – это символ Георгия, победоносца, и это большая честь носить ее для меня и для всех. У человека, который не знает свою историю, у него нет будущего. И историю нужно свою знать, нужно помнить о войне, кто пал за наше будущее и за нашу жизнь. Сегодня акция стартовала не только в России. К нам присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Казахстан, Китай, Греция, Франция, Германия. Раздавать ленточки будут вплоть до 9 мая. Только в Белгороде активисты планируют вручить свыше 15 тысяч символов памяти. Основные точки работы волонтеров – торговые центры Ситимол Белгородский, Мегагрин, универмаги Белгород и Маяк, площадь возле нового корпуса БелГУ. Отметим, что впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в нашей стране в 2005 году. Тогда она была посвящена 60-летию Великой Победы. Станислав Колесников, Олеся Турченко, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.